В последние дни перед новогодними праздниками мы решили подвести информационные итоги уходящего 2017 года. Из сотен новостей постарались выбрать самое, на наш взгляд, заметное и важное для города и области. Давайте вместе вспомним, что же было в 2017. Начнем с, пожалуй, самого главного изменения в политической жизни региона. В октябре свои полномочия сложил губернатор Павел Коньков. Уже на следующий день из столицы приехал Станислав Воскресенский. За два с половиной месяца он обозначил ключевые проблемы, которые требуют немедленного решения. Дольщики ДСК, реформа ТКО, улучшение бюджетных показателей дотационного региона. Череда коррупционных скандалов в 2017-м не обошла стороной Текстильный край. 8 лет заключения за взятку в 8 миллионов рублей. Такое наказание получил экс-зампредправительство Андрей Кабанов. Главу Кинишмы Алексея Крупина суд приговорил к 9 годам строгого режима за взятку в 7 миллионов. Под следствием находятся еще несколько областных чиновников. В последнюю декаду уходящего года регион потрясла страшная трагедия. В Юрьевце обрушилась стена пятиэтажного дома. Здание восстановлению не подлежит. Жертв удалось избежать лишь чудом. Владимир Галочкин в одночасье стал местным героем. Он разбудил всех соседей и за несколько минут до рокового события вывел из подъезда. Еще одно страшное событие всколыхнула общественность, городские и областные власти. Своробродячих собак растерзала 9-летнего Ярослава. Трагедия случилась в местечке Балино. К счастью, мимо проходил мужчина, который отогнал животных и вызвал скорую. Медикам удалось спасти мальчику жизнь. Теперь он находится на реабилитации в московской клинике. Тема пресловутой реформы ТКО – одна из самых обсуждаемых в СМИ. С 1 июля в регионе заработала новая схема обращения с коммунальными отходами. Жителям начали приходить квитанции за вывоз мусора на весьма внушительные суммы. Тарифами, региональным операторам и прочими аспектами реформы заинтересовалась прокуратура. Губернатор взял проблему на личный контроль. Масштабное благоустройство затронуло не только дворовые территории, но и общественное пространство. Вокзальную площадь наконец-то отремонтировали. Теперь гости областного центра вместо разбитого асфальта и стихийной парковки увидят симпатичные зеленые зоны и по-настоящему комфортную городскую среду. Смогут также воспользоваться удобной транспортной сетью. В самом сердце города также обещают сделать по-европейски красиво. Набережную от Театрального до Соковского моста к лету следующего года будет не узнать. Пешеходные зоны озеленят, поставят скамейки. В планах возвести лекторий и колесо обозрения. Похоже, открыли летом в парке Степаново. Осталось облагоустроить весь город, чтобы было на что посмотреть. Пожалуй, самое модное событие – ежегодный текстильный салон в 2017-м отметил юбилей 25 лет. Жемчужиной праздника стал вечерний показ, на котором представили свои работы лучшие дизайнеры. Особенно внимательно зрители рассматривали платья от Вячеслава Зайцева. Его коллекция «Золотой век» поразила даже самых взыскательных гостей. Одно из значимых событий не только для Иванова, но и для всей страны – фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Более 20 тысяч активных ребят со всего мира собрались вместе, чтобы поделиться опытом и набраться вдохновения для будущих свершений. В делегацию от нашего региона вошли 70 участников и 20 волонтеров. В Москву на электричке «Ласточки». Благодаря совместным усилиям областных властей и руководству РЖД уже в следующем году ивановцы смогут комфортно, а главное – быстро добраться до столицы. Сейчас обсуждаются технические и финансовые аспекты амбициозного проекта. Хочется верить, что идея в скором времени притворится в жизнь, а не останется словами и цифрами на бумаге. Серьезные, смешные, печальные и радостные, но всегда актуальные и важные новости. Чтобы оставаться в курсе событий, смотрите наш телеканал в наступающем, в 2018 году. Максим Серебряков, РТВ, Иваново.